Дай белый, голубей, наш полет! И ты, у нас один, все вперед! Этого события в Великом Устюге ждали очень. Несмотря на то, что на родине Деда Мороза и льда, и снега хватает, современная крытая ледовая арена первая и единственная здесь в своем роде. Поэтому и открывали новый объект с размахом, с торжественными речами и высокими гостями. Этот день навсегда войдет в историю Вологодской области. Навсегда войдет в историю вологодского спорта. Сегодня мы открываем еще один уникальный спортивный объект на Дальнем Востоке Вологодской области. В городе Великий Устюг. Ледовый комплекс «Мороз-Арена» теперь один из крупнейших спортивных сооружений области. И снаружи, и внутри новейшее оборудование, инвентарь. Заливать сам каток будут с помощью современных технологий. Новенький лед в этот же день опробовали спортсмены, юные хоккеисты и титулованные чемпионы. Они стали участниками большого праздника по случаю открытия арены. Занимайтесь спортом, будете здоровы, меньше болеть. К олимпийским медалям вперед. Для местных жителей такое ледовое шоу стало настоящим открытием. Для них разыгрывали и хоккейные баталии, показывали свое мастерство фигуристы. «Мороз-Арена» передадут на баланс Вологодского спортивного комплекса «Витязь». Поэтому и глава Вологды сегодня среди гостей. К слову, в прошлом Евгений Шулепов занимался биатлоном, поэтому зимние виды спорта ему особенно близки. Бессона – это очень серьезная база подготовки не только для массового спорта, но и для профессионального спорта. Здесь на земле Великого Остюга живет замечательный народ, труженики. И однозначно, что в ближайшее время мы увидим из местных ребят вырастут серьезные спортсмены, а может быть и великие спортсмены. Ледовый комплекс удалось возвести в кратчайшие сроки, причем по всем стандартам европейского уровня, говорят эксперты. Его площадь более 4000 квадратных метров, подходит для соревнований и турниров самого высокого уровня. В Готарину смогут посещать до 150 тысяч человек, в том числе и туристы, коих в Великом Остюге с каждым годом все больше. И теперь, кроме вотчины зимнего волшебника, музеев и монастырей города, заглянуть можно будет и сюда. Виктория Пименова, Новости.